всем привет вы на канале тренер хапаев я провел сейчас очередную тренировку со своей группой и сейчас отвечу на вопрос который задают часто потому что я в последнее время выбрасываю видео своих тренировок и зал одну своих личных подготовку к соревнованиям и там я поднимаю штангу делаю какие-то упражнения с гантелями и люди спрашивают ну не то чтобы спрашивают а даже я сказал бы так упрекают что зачем же вы с там с протезом делаете такие упражнения с большими штангами там занимайтесь со своим телом но очень пытаются учить рассказывать как не жить и кто-то спрашивает вредно вообще штанга гантеля вообще большие веса вчера был вопрос кто-то у меня спрашивал большие веса нагружают ваш сустав у меня же коксартроз второй степени да и на протяжении 11 лет я пережила септический некроз сделал операцию потому что это как инфаркт не надо путать эти две вещи это никак не связано с тяжестями там поднимал я их не поднимал потому что люди своим нищим умом хотят слышать только то что вот их интересует да вот они из контекста вырывают какие-то мои фразы и запоминают их еще раз говорю я тренируюсь с 27 лет штангой с 27 лет у меня уже более 11 лет коксартроз на правой на правой ноге на левой ноге асептический некроз был 7 лет то есть я выступал на соревнованиях я тренировал группу мне сделали операцию потому что это сравнимо с инфарктом сердца то есть если человек занимается тренер тренирует и у него вдруг случается инфаркт много же слышали того тренер по футболу тогда или или тот же спортсмен получил инфаркт это же не значит что он неправильно тренировался это значит то что мы все люди подвержены каким-то заболеванием тогда закупорка сосудов то есть идеально невозможно спрогнозировать свою жизнь и что может с ней случиться это не значит что надо все бросать и лежать на диване поэтому если говорить о коксартрозе и о тяжелых тренировках со штангой во первых я скажу что штанга это коромысло то есть это выпрямитель выпрямитель то есть он дает вам симметрию вы не сможете с косыми плечами с перекосом таза приседать со штангой вы будете брать легкую штангу и будете стараться перед зеркалом ровно балансировать себя это уже выравнивает ваш позвоночник выравнивает ваш таз понимаете то есть когда говорят что вот вы нагрузку делаете когда вы приседаете объясняю чем больше нагрузка на ваши суставы обменные процессы будут автоматически улучшаться ускоряться то есть если не будет у вас никакой нагрузки то и обменные процессы не будут проходить процессы восстановления не будут идти без нагрузки они замедлятся только в состоянии стресса преодоления каких-то нагрузок про и появляются восстановительные процессы это аксиома вы не сможете ее исправить переделать под себя если вы хотите сейчас умник какой нибудь напишет что все должно быть в меру так вот я вам скажу что мера у всех своя понимаете если человек никогда ничем не занимался для него ведро воды это будет его мера понимаете для меня нужно цистерна воды то есть если я приседал там 250 килограмм то для меня приседать с больными ногами 100 килограмм 150 это моя мера и когда вы начинаете примерять чужую рубашку на себя то есть смотреть на меня что я там приседаю наклоняюсь со штангой или там жму со штангой большие веса это же я делаю не забывайте это не вы делаете то есть я подготовлен к этому я делаю и пока у меня коксартроз на протяжении всех 11 лет не сдвинулся не в третью не в четвертую степень он как находился в там во второй степени так он остался и в прошлом и в позапрошлом году и пять лет тому назад он у меня всегда во второй степени то есть я его в принципе не ощущаю но есть люди которые со второй степенью испытывают болевые ощущения ночами спать не могут и я вам говорю заходите ко мне в группу записывайтесь ко мне в группу потому что все ваши ночные страдания прекратятся на 5 на 10 на 20 день в группе большое количество людей со всех стран со всех с различных городов со всего мира которые уже избавились от этих ночных кошмаров их это не беспокоит они уже хотят там кто-то хочет сесть шпагат кто-то хочет в лотос есть то есть у них другие задачи у них задачи больше стоят перед ними чем у здорового человека а вы все тут мнетесь там что-то пишите а вот здесь там кто-то мне написал я показывал как закачивать спину и говорю вот здесь работает поясница мне тут кто-то пишет поясница здесь не работает квадратные мышцы спины работают я вот думаю вот для чего вы вставляете эти три копейки кому вы интересны ну во первых я вас блокирую стираю ваши записи кроме меня их никто не читает откуда вот этот психотип человека который хочет на чужой странице на популярной странице оставить кусочек своего дерьма что-то там как-то отметить себя вы понимаете что ну ваш психотип очень нездоров что если вы еще больны то вам надо сначала голову лечить потом уже ваши суставы потому что с больной головой вы не вылечите суставы ваша озлобленность ваша нетерпимость окружающим вот понимаете если мне что-то не нравится я просто ну не смотрю я не захожу вот мне не нравится там например религиозные сайты я туда не захожу мне не нравится религиозные программы я туда не захожу я никого не обвиняю я ничего никому не пишу я просто обхожу мимо то что мне не нравится поэтому как-то сохраняйте какой-то этикет элементарный тогда возвращаясь все-таки физическим нагрузкам еще раз повторяю самое страшное если говорить о непотребных вещах для коксартрозника я повторял и буду повторять любая ударная нагрузка страшнее во много раз чем приседания со штангой любая ударная нагрузка то есть ваше хождение километровые которые вы хвалите что вы там прошли пять тысяч шагов десять тысяч шагов это ударная нагрузка то есть ходьба это ударная нагрузка потому что вы наступает нога в воздухе вы наступаете и если нога уже у вас больная то вы не можете контролировать вот эту нагрузку удар очень трудно контролировать ну плюс-минус там можно слабее встать можно сильнее но не его не нельзя отрегулировать вашей ходьбе нет симметрии ваша нога одна короче другая длиннее одна нога слабее другая сильнее у вас перекос таза вы не можете контролировать симметрию во время ходьбы ударная нагрузка плохо действует в настольном теннисе в большом теннисе волейбол баскетбол но люди не могут отказаться от своих удовольствий меня встретил вот на днях подписчики в краснодаре на в торговой галилеи подошел бы я на вас подписан я занимаюсь волейболом я ему сразу бросай заниматься он мне говорит вы же свою штангу не бросили блин вот понимаете ориентиры какие-то да то есть сравнительные характеристики абсолютно неверны то есть он волейбол сравнивает со штангой я ему начал объяснять что что со штангой я симметрично приседаю то есть я не хожу по залу не бегаю по залу я не делаю резкие движения влево вправо как в баскетболе или как в настольном теннисе я подошел присел на двух ногах симметрично с пустым грифом 20 килограмм потом повесил по 10 килограмм 40 килограмм потом 60 и я постепенно разминаюсь прогружаю свои ноги симметрично я не подскать и не прыгаю со штангой а вы прыгаете ваши 80 90 100 килограмм подпрыгивают вверх опускаются на землю и вы делаете ударную нагрузку очень много в группе те кто кикбоксеры тайские боксеры любители вот каратисты все которые и имели вот эти ударные нагрузки били по мешкам ногами руками вот это полуфронтальная стойка во время спаррингов это все приводит к перекосам это усугубляет ваше состояние но человек не хочет он где-то услышал краем уха что физические нагрузки нужны при коксартрозе и он говорит он себе говорит я живут по мешку бью это же физическая нагрузка значит так хорошо это не хорошо это плохо это очень плохо если у вас уже случился коксартроз или асептический декроз то все ударные нагрузки надо остановить массаж растяжка прогрев сустава это первые основные пункты которые вы должны начинать делать то есть прогрев массаж растяжка а потом уже когда вы избавились от болевых ощущений уже физические нагрузки которые вы контролируете вы умеете контролировать эти нагрузки даже со своим телом если вы приседаете у вас одна нога слабее другая сильнее значит надо уже думать как уравнять шансы значит под сильную ногу надо подкладывать какую-то ступеньку для того чтобы нагрузка шла на более слабую вот это все я преподаю у себя в группе то есть я не преподаю я сам тренируюсь потому что один протез с другой ноги коксартроз протрузии в спине я сам тренируюсь я готовлю себя к соревнованиям я не готовлю себя для того чтобы пройти 5-10 километров я и так их прохожу понимаете у меня более высокие цели и задачи я выступаю на чемпионатах мира европы россии то есть я иду у меня завышенные оценки у меня завышенные цели а у вас даже ходьба вызывает боль и вы сидите в носу ковыряетесь и не знаете что делать я оставлю ссылку внизу под видео кто захочет напишите мне вконтакте проведем собеседование я вас включу в группу всем пока живем без боли и и и и